Здравствуйте! Издевательство над честью и достоинством дорогих россиян со стороны нашей так называемой элитки приобретает уже совсем какие-то извращенные формы. Вице-премьер нетрадиционной пищевой ориентации мантуров таки пролоббировал свою голубую мечту, а именно включение в список пищевых продуктов опарышей. То есть, извините, личинок, мухи, черная львинка. Вот что говорится в приложении к постановлению правительства номер 2761-Р, которое появилось в сети. Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции позициями следующего содержания. 10-91-10-310. Продукция из мухи черная львинка. 10-91-10-311. Жиры личинки черная львинка. Затем мука тонкого помола из мухи черная львинка. Мука грубого помола из муки черная львинка. Гранулы из личинок мухи черная львинка. Пюре из личинок мухи черная львинка охлажденное или замороженное. Продукция из мухи черная львинка и прочее. Что это значит? А это значит открылось очередное окно овертона. Сегодня они легализовали вот эту дрянь, а завтра они будут добавлять ее в крупу, в хлебоволочные изделия, в обеды для наших детей или военнослужащих. И этот дурдом происходит в стране, мировом лидере по экспорту зерна. Интересно, а сам Мантуров и ему подобные будут жрать эту гадость? Очень бы хотелось посмотреть, как этот персонаж будет поедать опарышей на завтрак, обед и ужин. Вместе с остальными подписантами этого безумного документа. О наших детей вчера на уроках разговора о важном развлекал человек, которого называют главным гомосеком страны, трансгуманист, поклонник каких-то индийских практик, американский гражданин и член правления банка Морган Стэнли Герман Греф. На самом деле Герман Греф в нашем образовании смотрится примерно так же, как черная львинка в нашем меню. Утешает то, что вот эти самые разговоры о важном, которые контролируются и готовятся даже не министерством просвещения, а напрямую администрации президента, не являются обязательным уроком. Ну и к счастью, большинство учителей у нас все-таки нормальные люди, которые просто не стали вчера говорить о Грефе и его корпорации. Кстати, симптоматично, что глава Сберы появился в разговорах о важном в канун принятия Госдумой опаснейшего законопроекта о легализации обучения в смартфонах, то есть о переводе обучения в интернет. Хотя мы, конечно, еще очень надеемся, что среди депутатов найдется достаточное количество здравомыслящих людей, которые внесут необходимую поправку, предложенную нашим институтом общественного полномочия по защите семьи. А еще одной героиней минувших выходных стала председатель Думского комитета по семье, любительница фотографироваться с Байденом, Явлинским, Каспаровым и тому подобными персонажами Нина Останина. Вот эта барышня, которую мы неоднократно выводили на чистую воду на наших страницах, в этот раз совершила очередной каминг-аут, проявившись как ярая защитница абортов. Примечательно, что взрыв вот этих вот фекалий от Станиной, Собчак и им подобных по поводу абортов произошел сразу же после того, как на эту тему высказался святейший патриарх Кирилл. Предстоятель, выступая на съезде по социальному служению, заявил о том, что необходимо принять на федеральном уровне ту инициативу, которая уже реализована в ряде регионов, а именно ответственность за склонение женщины к аборту. Впрочем, хватит о плохом. А вот из хорошего хотелось бы остановиться на двух датах, которые мы вспоминали в минувшие дни. Во-первых, это, конечно, день рождения Федора Михайловича Достоевского, нашего великого гения, который сказал бессмертную фразу «русский человек без бога дрянь». А во-вторых, это годовщина удивительного события в нашей истории, события ознаменовавшего прекращение монголо-татарского ига, а именно стояния на реке Угре в 1480 году. Войска великого князя Ивана Третьего перестояли, то есть оказались сильнее духом, сильнее характером ордынцев, и те просто сбежали. Ну а потом Иван Третий сделал, может быть, еще более важное дело. Разобравшись с внешним врагом, он победил внутреннюю смуту, а именно ересь жидовствующих, которое угрожало разрушить русское государство изнутри. Дай Бог, чтобы у нас и в этот раз история повторилась таким же образом. Только вот где взять его на Третьего? Оставайтесь с нами.